Всем привет, на связи канал, за нами же вы ехали. Сегодня в старом классическом формате, надеемся, обойдемся без бана. Ребят, сначала небольшое объявление, просьба. Из-за того, что канал получил предупреждение, мы сейчас столкнулись с определенными проблемами. YouTube перестал рекомендовать наше видео новой аудитории. Ситуация должна измениться, как только мы отсидим в кавычках карантин, и все предупреждения будут сняты, но случится-то вряд ли скоро. В этой связи мы очень просим проверить, стоит ли у вас колокольчик на наше видео, приходят ли уведомления. И совсем наглая просьба, но сейчас это действительно важно. Если видео вам нравится, оно действительно для вас интересно, поделитесь им со своими знакомыми, этим вы нам очень поможете. А второе, нет худа без добра, зато вот это объявление, скорее всего, увидят самые трушные наши подписчики, которые давно с нами, которые систематически проверяют наличие новых видосов. В следующие выходные мы предлагаем все-таки собраться в горы, пожарить мясо, пообщаться, что-нибудь безалкогольное и не только выпить. Точную локацию мы сейчас ищем, в понедельник или во вторник точно определим. Но дату встречи уже можете зафиксировать, это будет суббота, 27 июля. Все, с обязательной частью определились, а теперь к теме выпуска. Несколько месяцев назад мы уже делали выпуск про ЛРТ, тот самый дико амбициозный проект, который остановился из-за нехватки денег. Но на днях вскрылись интересные детали. Президент Касамжумар Такаев обрушился с критикой на ЛРТ и прошелся по всем больным местам. Молодец, конечно, но тут большой вопрос. Насколько вовремя власти вдруг спохватились и поняли, что спускают миллиарды долларов в трубу? Есть и другие вопросы, которые остались после всего этого резонанса. Не была поставлена точка. Проект почему-то еще не свернули и даже делают какие-то попытки к его реанимации. Может, пора завязывать? У нас даже есть предложение не демонтировать уже установленные бетонные конструкции в форме рогатин, а оставить их следующим поколениям как памятник очевидной нашей казахстанской тупости. В общем, поехали. Ребят, сегодня даже в формате не рекламы, а просто рекомендации. Вам советуем подписаться на канал алматинского путешественника Сергея Панихина. Это лайв-блог о жизни, о поездках как за рубеж, так и по Казахстану. Лучшие тропы и горные маршруты Алматы не только с космическими видами. Сергей во всем этом рассказывает и, главное, очень круто показывает. А еще его блог интересен с практической точки зрения. Сейчас мы знаем, что он готовит серию роликов про поездку в Харгос. Что там по ценам? Есть ли возможность заработать? Какие риски быть кинутым? Вот только скажите, что вам это неинтересно. В общем, ссылка будет на канал в описании, заходите, не пожалеете. Сначала немного освежим историю в памяти. Идеи постройки линий наземного транспорта уже более 10 лет, и по ней уже не раз возникали вопросы. Формально строительство началось в 2011 году, тогда обещали сдать проект, через 2,5 года. Но по факту ничего сделано не было, и слава богу. В 2013 году Назарбаев заявил об отказе от строительства ЛРТ, якобы из дорогивизны проекта. Вот тут немного подробнее, следите за цифрами. Позже мы объясним, почему это важно. Стат Назарбаева. Ими, французскими компаниями, предложена высокая стоимость, более 300 миллиардов тенге. Что нас не устраивает. Конец цитаты. Тогда же было решено вместо ЛРТ запускать альтернативный вариант в виде выделенных полос для скоростного автобусного сообщения. Вот на этом на самом деле и стоило остановиться, потому что далее история перестает быть адекватной. Французы, а точнее компания Альстом, обещала запустить ЛРТ к 2017 году. По трем линиям должны были курсировать 50 составов. Кстати, головной состав подрядчики хотели сделать в виде головы снежного барса. Предлагаемый пассажир поток тогда оценивался в 9 тысяч пассажиров в час. Это тоже важно зафиксировать. 9 тысяч не в день, а именно в час. Откуда такие цифры? Ответ здесь заключен в дате. 2017 год. Понятно, что ЛРТ хотели запустить к экспо, чтобы было чем удивить гостей. Проще говоря, как всегда, выебнуться. Сори за мат, но это зачастую ключевой фактор, который влияет на принятие решений в нашей стране. Ну а второе, конечно, коррупция. На подобных проектах можно неплохо отмыть и денег. Французы прогнозировали, что на экспо в Астану дополнительно приедут 6-7 миллионов человек, плюс еще 1 миллион коренного населения столицы. Отсюда и такая фантастическая цифра в 9 тысяч человек в час. Считать сейчас, насколько это было реально, мы не будем, так как от услуг этой компании Кастан отказался. Как им помним, 300 миллиардов тенге или около 800 миллионов долларов Назарбаеву показалось слишком большой суммой тогда. Но небольшую ремарку дадим. По факту выставку Экспо посетило менее 4 миллионов человек, то есть в 2 раза меньше, чем планировали авторы проекта ЛРТ. В общем, хорошо, что тогда он не состоялся. И очень плохо, что его все-таки реанимировали позже, но уже совершенно безумно в варианте. В нынешнем проектном виде одна ветка ЛРТ протяженностью 22 километра обойдется в стране в 1,9 миллиарда долларов. Понимаете, да, что в 2013 году Назарбаев сказал, что 800 миллионов долларов это дорого, а несколько лет спустя оказалось, что 1,9 миллиарда это нормально. Что изменилось за это время, непонятно. Мы что-то не почувствовали на себе, что страна внезапно разбогатела настолько, что позволила себе разбрасываться такими суммами. Возможно, решение было принято после того, как нашелся инвестор в лице китайского банка развития, который должен был покрыть 80% расходов. Что интересно, деньги проводили через банк Астаны, который, как мы знаем, успешно загнулся. Ну или его загнули. Здесь до сих пор не все ясно. Первые серьезные проблемы возникли в мае этого года, когда внезапно, в кавычках, денег на очередной этап стройки ЛРТ не хватило. Китайский банк отказался дальше инвестировать в проект, а то, что не успели перевезти, зависло в банке Астаны. Там порядка 100 миллиардов тенге. На днях глава Национального банка Ербат Досаев признал, что вероятность возврата этих средств не более 30-40%. И отвечая Токаеву, он, скорее всего, даже завысил шансы. Китай здесь можно понять. Столкнувшись с тем, как Астане реализуются подобные проекты, у любого инвестора пропадет желание сотрудничать. Уже тогда ситуация стала патовой. Есть долг перед Китаем, сзади деньги, что уже были получены. Столительство началось, освоено больше 300 миллионов долларов. Простая арифметика, это около 15% от бюджета в 1,9 миллиарда. 15%? Много это или мало? Нам кажется, что немало. Учитывая, через какие костыли все это время реализовывалась идея об ЛРТ в столице, мы уверены, что сейчас самое время свернуть проект. Признать, что все это было ошибкой и попробовать раскидать долги перед Китаем. Хрен с ним, пусть эти 300 миллионов долларов будут отданы из казны, то есть из наших с вами налогов. Вот лично мы расстроимся, но согласимся с этим, выбирая меньшее из двух зол. Иначе нас потом нагнут на все оставшиеся полтора миллиарда. Конечно, в идеале нужно призвать к ответу всех причастных к принятию решения о строительстве. Осудить их за мошенничество и растраты, изъять имущество или хотя бы частично покрыть долги. Это, кстати, вообще большой вопрос. Почему к этому времени никто не был привлечен к ответственности? И будут ли заведены уголовные дела в будущем? Вот все по тому же банку Астаны. Попробуйте найти новость об уголовных делах в отношении учредителей банка, которые в теории виновны в потере средств. Есть публикация об относительно мелких кражах, но не более. Второй вопрос. А нужен ли ЛРТ Астане в принципе, когда экспо уже прошло и никаких миллионов иностранцев в ближайшие годы в столице не будет? Стата Такаева. По данным Акимата, прогнозируемый поток составит 146 тысяч человек в сутки. В настоящее время по схожему маршруту от аэроборта до нового вокзала пассажирпоток составляет 2000 человек. И как вы собираетесь увеличить пассажирпоток в 70 раз, мне непонятно. Есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на правительство. Конец цитаты. Опять на те же грабли, правда? Кстати, мы расшифровываем фразу «ляжет бременем на правительство», как «ляжет бременем на народ», то есть на бюджет, который формируется из наших отчислений. В итоге мы получаем такую ситуацию. Денег на проект нет, а те, что уже были взяты в долг, зависли в теперь уже несуществующем банке. Сам проект по сути уже никому не нужен. Мы получим красивые, но пустые составы ЛРТ на ветке за пару миллиардов долларов. Еще раз задаем вопрос, нелогичнее ли свернуть строительство, пока не стало слишком поздно? Видимо, пока не поздно. Уже озвучено, что на дальнейшую реализацию будут брошены все силы и средства. Об этом сказал и сам Такаев и ряд чиновников. К примеру, новый Аким Астанелл, Тай Кульгинов. Цитата. «Сколько уже построено? Это проект будущего. Нужно думать о том, что мы на этом не остановимся. Столица будет расти. Какой был город и каким стал. Никто же не ожидал, что будет столько населения. Мы должны рассчитывать, что население в будущем будет расти. В развитом обществе люди всегда используют общественный транспорт. Это один из показателей, а ЛРТ – это один из видов транспорта. Критика прозвучала, замечание есть», – сказал Кульгинов. Вот честно, мы неплохо относились к Кульгинову ровно до сегодняшнего дня. Хотя вряд ли он выполняет сейчас свою волю, доказывая необходимость ЛРТ. А еще забавно, что Кульгинов поручил своему заму, Оскару Амрину, вернуть замороженные в банке основные деньги. Для нас загадка, что за фигура этот Амрин, который, будучи не самым крупным чиновником, сможет решить эту многолетнюю проблему. Ведь даже глава Нацбанка сказал, что шансов мало, а Читая их практически нет. Если у Амрина получится, то будем топить за то, чтобы его назначили как минимум министром. Глава с Найл РТ, Бигмарзай и Генбердинов заявил, что с Китаем они работать все-таки будут. Но ждать от инвесторов подарка в виде полтора миллиардов долларов все равно не стоит. Якобы хоть китайский банк и отказался, остается консорциум китайской компании. Если ему верить, то все проблемы возникли из-за разногласий внутри Поднебесной, а совсем не по вине Казахстана. Очень сомнительно, но ладно. Цитата. В этой связи оптимизировали расходную часть, нагрузку на бюджет в рамках кредита. Долг перед банком Китая составляет 344 миллиона долларов. Какая нагрузка ляжет на бюджет, это будет решено на уровне правительства. Если проект ЛРТ продолжится, то на ним также продолжит работа китайский консорциум. Сегодня у нас разрыв отношений только с китайским банком. Компании остаются. Конец цитаты. Иными словами, сейчас ведется судорожный поиск новых инвесторов. Вопрос только в том, кто в здравом уме выделит огромные деньги на ненужный проект, который уже на первом этапе был заморожен из-за скрывшихся проблем. Вот этот вопрос уже точно риторический. На самом деле, наблюдать за этим становится все интереснее и интереснее. По сути, Такаев довольно четко обозначил. Проект нахрен не нужен, если вы не докажете его необходимость. А это, очевидно, утопия. Но попытки реанимации все равно продолжаются. Складывается ощущение, что сам проект ЛРТ из плоскости здравого смысла и простой экономики переходит в политическую категорию. Нарастает какое-то пока неоткрытое, но ощутимое противостояние между конкретно лоббистами ЛРТ и самим президентом. Невольно тут вспомнился фрагмент, когда президентом России стал Дмитрий Медведев после Путина. И у Медведева возник конфликт с министром финансов Алексеем Кудриным. На большом публичном совещании тогда Медведев даже предложил Кудрину уйти в отставку, если тот не согласен с президентским курсом правительства. Вы можете написать соответствующее заявление об отставке. Ответить, естественно, нужно прямо здесь и сейчас. Будете писать заявление? Дмитрий Анатольевич, у меня действительно есть с вами разногласия, но я приму решение в связи с вашим предложением, посоветовавшись с премьер-министром. Вы знаете что, вы можете посоветоваться с кем угодно и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам. Вот также здесь интересно, отойдет ли история с почти 2 миллиардом в долларах проектом ЛРТ до Назарбаева. Пока, правда, не до конца понятно, кто именно должен будет посоветоваться в кавычках с 0,1, чтобы вопрос был решен. Да-то кайф сам сказал, что, мол, раз столько бабла уже вложили, то устанавливать проект нельзя. Хотя потом он же привел на наш взгляд непобедимый аргумент о том, что ЛРТ ни при каких сокращениях бюджета просто физически не сможет быть окупаемым, так как заявленный пассажиропоток в каком-то обозримом будущем в столице не возникнет, если только опять какую-нибудь Олимпиаду не придумают проводить. Мы же еще раз подчеркнем, что всеми руками за закрытие ЛРТ и отказ страны, в принципе, от очевидно бестолковых, но понтовитых проектов типа Экспо, Универсиат и Азиат. И столько по ним нет очевидного понимания экономической или серьезной имиджевой выгоды. Продолжаем следить за развитием этой истории, нам кажется, что точка будет громкой и веселой. Еще раз просим подписаться на основной и резервный канал, по ссылке в описании он тоже будет, там скоро выйдет следующее видео. А пока с вами прощаемся, всем спасибо, всем пока.